Привет, друзья, с вами Наталья Смирнова, инвестиционный советник, который входит в единый реестр инвестсоветников ЦБ РФ. Сегодня мы поговорим вот на какую тему, как грамотно выбрать биржевой паевый инвестиционный фонд или ETF. Вы часто мне пишите в комментариях, что Наталья, вы все время делаете ролики только для квал-инвесторов, поэтому я намеренно сделаю ролик для не квалов. И поэтому мы с вами будем сегодня смотреть на алгоритм, как грамотно выбрать биржевой фонд или ETF для не квалов на московской бирже. Вы скажете, ну смешно, но самое дешевое и выбрать. Все так да не так. Есть три момента, на которые нужно обращать внимание. Три, друзья мои. Первый момент это, какие фонды мы будем сравнивать друг с другом. Потому что довольно странно, знаете, когда мне пишут, ну надо вложиться вот в этот фонд, он доходнее, чем другие фонды акций. Но вы сравниваете, пардон, например, фонд развивающихся рынков и фонд чисто на Китай. Причем, например, фонд на Китай на акции технологических компаний. Это несопоставимые вещи. Или, например, вы сравниваете фонд на индекс S&P и на NASDAQ. Это разные виды акций. И поэтому первое, это нужно сравнивать подобное с подобным. На сегодняшний момент, вот в этом ролике, мы будем с вами выбирать идеальный биржевой фонд или ETF. Я не буду говорить, кого в итоге я выберу. Через который лучше всего инвестировать в акции российских компаний широкого рынка. То есть не там категории ESG, а вот широкий российский рынок. Вот в этом мы сегодня будем и говорить. И именно акции. То есть не смешанные фонды, ничего. Российские акции. Среди них будет, естественно, некоторое количество и дивидендных бумаг. Поэтому первое, мы составляем список из фондов, которые имеют одинаковую или близкую стратегию, чтобы из них выбрать тот единственный и неповторимый, который мы добавим в свой портфель. Второе, на что мы смотрим, да, это, конечно, комиссии. Но комиссии нужно смотреть не на каких-то сайтах, не агрегаторах и так далее, потому что бывает, что там устаревшая информация. А нужно медленно и занудно заходить на сайт каждой управляющей компании и смотреть на полную комиссию всех фондов. Это комиссия управляющей компании, депозитарию и так далее. В идеале я залезаю в правила доверительного управления каждого фонда, который я собираюсь сравнить. И там, где-то в районе 90-х пунктов, в зависимости, конечно, от того, сколько всего пунктов, но ближе к концу, там, где вознаграждение, я смотрю вот эти вот комиссии. И, собственно, давайте теперь посмотрим. Если мы отсеем биржевые фонды и ETF, и доступные не квалом на московской бирже, которые инвестируют в российские акции, то мы увидим, какие у них комиссии. Ну, смотрите, комиссии, на самом деле, разношерстные, потому что, вот, например, у ВТБ капитала, ну, в среднем около 0,7. Нормально, для российского рынка нормально. Финам около единички, Тинькофф около 0,8, альфа 1,08, 1,8, даже, простите, оставим это без комментариев, просто это альфа. Айти Айфандс 0,65, доход около единички, АТОН около единички, МКБ единичка, открытие 1,4, Финекс около единички, Сбер около единички. Сильно выделяется Райфайзен. У них 0,49. Раньше было чуть выше. Но здесь я вынуждена сказать, что я искренне преклоняюсь перед управляющей компанией Райфайзен, потому что они сделали, мне кажется, невозможно, они снизили довольно серьезно комиссии. И, наконец-то, у нас начался великолепный тренд на российском рынке, что наши биржевые фонды начали по комиссии приближаться к иностранным. Потому что, когда я вижу комиссию по биржевым фондам выше единицы, ну, я не понимаю, за что. За бренд? Ну, такое. Поэтому, с точки зрения комиссии, однозначно у нас выигрывает Райфайзен. Это комиссия на момент записи этого ролика. Будем надеяться, что за Райфайзеном пойдут другие и, наконец, начнут приводить комиссии к чему-то здравому. Давайте честно. Но, конечно, низкие комиссии могут себе позволить не каждая управляющая компания, а только крупные, у которых на масштабе они могут себе позволить такие низкие комиссии. Но, в любом случае, еще раз, честь и хвала, слава богу, у нас правильный интернет наметился. Это не все. Это не все. Есть еще третий пункт, на который нужно обращать внимание. Налоги. Вы скажете, а что налоги-то? Ну, тут все российские фонды, ну, в смысле, что фонды на московской бирже, налог одинаковый, 13% с разницей между ценой входа и ценой выхода. В чем разница-то? Так да не так. Ведь если мы говорим про российские акции, ряд из них платят дивиденды. А теперь, как говорилось, внимание, вопрос. А по какой ставке облагаются дивиденды, которые приходят внутрь фонда? А вот здесь есть тонкость. Если у нас юрисдикция компании, которая платит дивиденды, юрисдикция фонда совпадает, в нашем примере это российский фонд под управлением российской управляющей компании и внутри российские акции, то налога на дивиденды не возникает. Потому что у нас в данном случае ПИФ освобожден, естественно, от НДФЛ и освобожден от налога на прибыль. Поэтому дивиденды от российских компаний в российский ПИФ приходят без налога. И это хорошая оптимизация. Если мы посмотрим на список наших фондов, которые я отсеяла, то там будут два нероссийских. Это, безусловно, ITI Funds, это Люксембург юрисдикция регистрации. И если мы посмотрим на соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в дивиденды, то мы увидим, что там дивиденды облагаются по ставке 15%. То есть от российских компаний внутрь Люксембургского фонда дивиденды приходят за вычетом 15%. Это не все. Этот фонд еще платит сам дивиденды. И получается, что вы должны будете заплатить еще 13% с того, что вы от него получите. Причем заплатить сами, потому что это иностранный фонд, и он не является налоговым агентом. То есть получается, у нас в сравнении с российским фондом получается налог на входящий внутрь дивиденды, еще и налог на дивиденды, которые платит сам фонд. И, безусловно, это делает не совсем выгодным инвестиции в российские акции вот по такой схеме. Финекс – это ирландский фонд, и по соглашению об избежании двойного налогообложения между Ирландией и Россией дивиденды, которые от российских компаний приходят внутрь ирландского фонда, облагаются по ставке 10%. Это лучше, чем 15%, но хуже, чем 0%. Поэтому, если мы говорим про инвестиции в акции российских компаний, это идеально, если это акции, по которым платятся дивиденды, в них инвестировать через российский ПИФ. Но здесь очень важно, чтобы комиссия за управление была комфортной, чтобы не получилось, что вы платите вот такую комиссию за то, чтобы не платить налоги на дивиденды. В среднем по российским акциям дивидендная доходность где-то там 6 и выше. Соответственно, если мы берем от 6% в 13%, то мы, соответственно, получаем, что комиссия должна быть ниже, чем 0,78, чтобы было выгоднее инвестировать в акции через ПИФ. Если мы посмотрим на фонды, которые мы сегодня рассматривали, то там немногие имеют комиссии ниже, чем 0,78. Желательно, сильно ниже, чем 0,78. И здесь, конечно, опять могу сделать реверанс в пользу Райфайзена, потому что у них комиссия меньше, чем 0,5 за все. И через них получается выгоднее инвестировать в российские акции, которые платят дивиденды, потому что на налоги на дивиденды можно сэкономить, и комиссия не съедает эту самую экономию. Но справедливости ради могу сказать, что в определенных моментах фонды с нероссийской регистрацией будут выгоднее. Если мы, например, инвестируем в американские акции, то если это фонды с российской регистрацией, то, соответственно, дивиденды, которые по американским акциям внутрь приходят, будут облагаться по ставке 30%. Америка не может их распознать как российского бенефициара. А если это будет ирландский фонд, то дивиденды внутрь такого фонда от американских компаний будут приходить с налогом 15%. Поэтому надо выбирать фонд и его регистрацию в зависимости от того, в какие именно бумаги, в каких юрисдикции вы входите. Российские акции, как мы с вами смотрели, получается оптимальнее смотреть через российские фонды. И мы смотрим, сравниваем подобное с подобным, выбираем минимальные по комиссиям и учитываем вот эти налоговые тонкости. И, соответственно, тогда у нас получается идеальная картинка, какой фонд добавлять в наш портфель, если мы хотим вложиться в широкий рынок российских акций. Я надеюсь, этот ролик был вам полезен и привнес что-то новое в ваше знание про биржевые фонды и ETF. Напомню, все фонды, которые мы сегодня обсуждали, доступны для никвалов. Но и если этот ролик показался вам полезным, ставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики.